всем привет с вами в эфире мы ира корольченко и максим жешка ну что наконец погода стала классной весенней хочется гулять и вообще мне хочется путешествовать да только вот не все знают куда можно сходить погулять и многие высказывают вообще такое мнение что мол некуда у нас сходить особо да и посмотреть не на что и показать нечего своим друзьям которые могут приехать из других городов с этим я с тобой соглашусь мнение достаточно распространенное и наши ира с тобой задачи как мне кажется это исправлять предлагаю сегодня как раз этим и заняться ну что тогда покажем то что интересное она рядом стоит гордиться погнали для начала я решил посмотреть или проверить что любят показывать другими вообще какие места посещают сами жители нашего города может и проблем это нет никакой вовсе мы знаем свою историю сейчас проверим если к вам придет в гости кто-то из-за границы какие места вы бы им в первую очередь показали скорее всего брестскую крепость а еще что-нибудь улицу светская вот это именно но есть какие то еще может быть более нестандартные места куда стоило бы все таки съездить или хотите посмотреть белорусская пуща обязательно игры там динамо-брест футбол еще что-нибудь первую очередь конечно же я бы показал им брестскую крепость героя конечно же кто не бывал там да и кто бывал я бы все равно их с радостью сводил это культовый объект на который нужно посмотреть белорусская пуща такие нестандартные брестская крепость советская ехали кто-то из-за границы какие бы вы места в городе или в области им показали что стоит посмотреть ну конечно несомненно это брестская крепость это как ни крути ну не знаю у нас как бы в принципе вообще город сам по себе красивый везде можно гулять набережную хорошо обустроили может быть какие-то такие нестандартные места куда стоило бы заглянуть и это будет такой фишечкой фишечкой планету первую очередь брестскую крепость советскую безусловно что еще могли бы показать набережную наверное если бы к вам приехали гости из-за границы например какие бы вы места в городе или в области ему обязательно показали брестская крепость любом первую очередь музей брестской крепости улица советская в принципе в городе брестская пуща брестская крепость конечно первая затем улица советская так как брестский арбат следующее набережная наверное самая популярная области по области еще что то есть какие-то варианты вообще по как и ожидалось по результатам блиц опроса можно сделать топ самых посещаемых и рекомендуемых мест это конечно же беловежская пуща брестская крепость набережная и улица советская которая известна своими магазинами и кафе в первую очередь но это надо исправлять я сейчас покажу что наши улицы даже самое обычное гораздо интереснее чем кажется и в этом мне поможет профессиональный гид татьяна парходанова здравствуйте радости максим меня в первую очередь интересует почему мы встретились с вами на советской ведь такая улица скажем для многих она вообще рутинный это ежедневный маршрут на работу для многих она ассоциируется как достопримечательность бреста только потому что здесь очень много кафе и магазинов почему именно советская да действительно мы здесь любим гулять гуляем с детьми гуляем сами посещаем магазин кинотеатр аптеки но часто мы не задумываемся даже о тех домах их истории которые мы заходим сейчас мы находимся возле памятника который сам по себе истории вроде как никакой не имеет просто является символом чего мы вообще скажем так начнем и может быть отсюда именно начинается сама история это один из самых красивых и выразительных памятников нашего города и посвящен он как раз тысячелетию нашего города в этом году мы празднуем этот большой юбилей а скульпторы наши передали всю историю через образы здесь есть конкретные исторические персонажи есть аллегорические образы но через них можно проследить всю нашу богатейшую историю а венчает этот памятник ангел и лицом ангел устремлен в ту сторону совершенно не случайно он смотрит туда где когда-то возник наш город в сторону брестской крепости следующий образ образ князя владимира васильковича князя галецко-волынского княжества в составе которого наш город был в 13 веке этот князь вошел в летопись не так как его коллеги князя какими-то походами завоеваниями а в летописи он упоминается как князь благочестивый он писал иконы дарил их монастырям также он строил башни наверняка жители нашего города были белорусской пущей а по дороге часто жали заезжали в камень где как раз сохранилась уникальная каменецкая башня которых раньше было много но сохранилась только она одна следующий важный этап жизни города отображен в образе князя витов то ведь именно в бресте витов ты польский король ягайло обсуждали планы битвы стивтонским орденом который через год и был разгромлен за князем витов там следует образ николая радивилла черного в нашей истории этот наверное один из самых ярких представителей рода радивилов оставил тоже след в 1553 году в бресте на его день не построена была типография кстати на эту типографию потратил свой годовой доход и в 1563 году этой типографии было отпечатано уникальное здание брестская библия остальные скульптуры имеют собирательный образ жителей города летописец мать солдат неизвестный защитник брестской крепости на памятнике тысячелетия бреста также нашли отражение 6 исторических сюжетов легенды об основании города строительство участие берестейцев в глюнвальдской битве и здание берестейской библии и оборона брестской крепости 1941 года освоение космоса тема космонавтики также не случайно ведь первым из белорусов космосе побывал петр клемук уроженец деревни комаровка брестского района пройдя всего пару десятков метров татьяна сразу указала на здание по адресу советская 53 оказывается когда-то именно в нем расположились первые органы советской власти в престе временное правительство само же здание здесь находится еще с тех времен когда улица называлась миллионная в честь состоятельных местных жителей а было это еще до первой мировой войны мы сами находимся у нашего кинотеатра наверняка многие жители бреста здесь были смотрели премьеры кто-то был со своими детьми но многие жители бреста даже не догадываются что эти стены стены кинозала видели раньше совсем других посетителей дело в том что сам само здание построена в 70-х годах но вот это 70-х годах да кинотеатр вот это круглое здание но внутри этого здания есть вот эта постройка а это ничто иное как синагога построена она была в 1862 году с этой синагогой связана одна интереснейшая история здесь где-то замурован гранитный камень на котором выбита надпись эту синагогу построил шауль валь сын самуила из падуи честь своей жены деборы тоже такой шауль валь а шауль валь жил в бресте в 17 веке человеком он был достаточно богатым торговал солью это был достаточно доходный бизнес по тем временам но жил шауль понятно что не здесь а в старом городе там где сегодня находится крепость так вот шауль построил синагогу эту синагогу разрушили при строительстве крепости а камень из этой синагоги перенесли сюда в коридор и здесь его замуровали а еще шауль валь в нашу историю вошел как король на дно ночь очень интересная легенда но насколько это легенда или может быть это даже правда историком предстоит еще установить случилось так что в речи посполитой умер король стефан батуре 1586 году а должность короля в речи посполитой было именно должностью выборной случае смерти короля депутаты должны были собраться на чрезвычайный сень и выбрать там кандидатуру следующего короля так все было в тот раз депутаты собрались стали обсуждать кандидатуру следующего короля но не смогли приеде прийти к единому мнению и кто-то то ли в шутку то ли всерьез предложил что давайте шауле утвердим королем отдохнем ночью а утром вновь соберемся и тогда уже окончательно определимся с тем кто же будет ищем королем говорят что предложил это николай родился сиротка с которым шауль валь был хороших отношениях на том и порешили отправились все отдыхать спать в эту ночь не спал только шауль он распорядился в книгу закон написать привилегий для евреев речи посполитой а избранный на утро август 3 будущем имя получившийся гизмунда третьего все эти привилегии подтвердил следующим пунктом нашего маршрута был в прошлом городской суд сейчас это здание продано но раньше именно здесь польские власти судили знаменитую землячку и революционерку а в будущем и героя советского союза посмертно веру хоружию а еще поговаривают что в здании суда был таинственный туннель который ведет чуть ли не в резкую крепость но проверить это к сожалению возможности уже нет ведь после многочисленных ремонтов никаких входов не осталось ну что татьяна мы с вами немножко больше узнали нашу улицу советскую по которой мы постоянно ходим мы не замечаем да не замечаем никакой исторической ценности но вообще если мы захотим узнать что-то еще новое в нашем городе если скажем так для туристов для тех кто приедет какие бы места может быть богатая история может быть просто красивая вы рекомендовали для посещения конечно же я бы порекомендовала погулять по улице гоколя где в 2013 году у нас появились замечательные фонарики многие из которых по мотивам произведения бессмертных произведений классика я бы рекомендовала еще наши замечательные музеи музей краеведческие музей спасенных ценностей конечно же музей же этой техники музей бересте но закончить прогулку я бы советовала всем в этой части советской где каждый вечер фонарщик зажигает керосиновые фонарики и каждый гость или каждый житель нашего города может прийти посмотреть и что немаловажно загадать желание для развития туризма в брестском регионе делается многое но свежие идеи и взгляды на то как сделать наш регион более привлекательным для туристов никогда не бывают лишними и вскоре эти идеи может предлагать каждый благодаря новому проекту который скоро появится в массах школьники иван варакулин и максим завадский придумали как можно улучшить туризм в брестском регионе со своим проектом ребята поучаствовали в конкурсе 100 идей для беларуси в чем суть вашего проекта я твой гид суть проекта заключается в том чтобы сделать экскурсии по городу бресту более доступными и удобными и но улучшить качество туризма ну и создать общую цельную базу данных гидов по бресту а может еще и в будущем по всей беларуси ну и конечно же чуть-чуть облагородить и осовременить брест к тысячелетию а как вообще появилась идея создать такой проект ну мы гостили в городе гродно прекрасный город и когда вот мы захотели получить определенную экскурсию по городу мы заметили что это сделать достаточно сложно и ну вот с этого момента мы как-то решили что в бресте мы сможем сделать что-то такое что будет проще и доступнее и так вот получилось и сейчас мы сидим здесь вернувшись из гродно мы поняли что такая же проблема существует и в нашем городе и эту проблему следует решить ребята разрабатывают альтернативные экскурсионные маршруты по городу которые обхватывали бы не только общеизвестные исторические достопримечательности бреста когда вы зайдете на сайт вы можете выбрать интересующего вас гида и интересующую вас тему экскурсии на данный момент мы набрали команду гидов которые сможет проводить такие экскурсии и уже написали пару экскурсий правда пока на историческую тему и в ближайшее время планируем их провести по городу в определенных местах инфраструктуры на остановках рядом с памятниками культуры будут установлены специальные минималистичные знаки тюар-коды которые будут являться ссылкой на сайт на котором вы сможете ознакомиться по названию уже наверное будет даже понятно что это и в принципе можно ознакомиться с проектом и в будущем заказать себе услугу и можно скачать приложение и получить экскурсию сайт пока в разработке но в скором времени обещают его создатели мы сможем его увидеть чтобы проект смог доказать свою работоспособность свою значимость в первых числах мая будет проведена нашей команды экскурсия на английском языке для представителей городов-побратимов из четырех городов ну и если экскурсия будет успешной то и проекту добро мы планируем исправить все ошибки какие-то недочеты и к сентябрю представьте же полностью готовый продукт которым мы сможем гордиться а ведь это так здорово самому придумывать новые интересные маршруты по уже хорошо знакомым местам но я думаю что нам пора выбираться за пределы бреста и узнавать больше интересного о нашем регионе ну что и расскажи зачем ты меня звала почему мы сейчас сидим здесь за компьютером если говорим про путешествие и туристические маршруты вот знаешь гости нашей программы натолкнули меня на одну очень интересную мысль почему мы ограничиваемся только брестом ведь в области тоже много всего интересного почему бы не проложить свой маршрут мне кажется это отличная идея и выйти за пределы города и брать по всей области вполне себе хороший вариант тем более что если брать в пример мой родной город пружан и там есть очень много различных исторических строений всего прочего для начала мы решили показать наиболее близкие к бресту туристические объекты чуть более чем в 10 километрах от города есть деревня скоки и посетить ее стоит ради усадьбы немцевичей уж это строение 18 века в стиле барокко проезжая по белорусской деревне сложно не заметить здесь жили многие поколения рода урсын немцевичей в том числе юлиан урсын немцевич писатель публицист и государственный деятель именно в стенах этой усадьбы 15 декабря 1917 года в конце первой мировой войны было подписано перемирие между советской россией и германской империей несмотря на все военные лихолетия дворец уцелел многие годы здесь действовала школа подарившая зданию новую жизнь спасла его от разрушения а сегодня здесь музей но жизнь в усадьбе по-прежнему кипит здесь просторных залах устраивают самые настоящие баллы так что если хотите окунуться в эпоху 19 века следите за новостями музея и готовьте заранее костюмы а еще в 40 километрах от областного центра есть небольшой город каменец и самую главную его достопримечательность мы на самом деле видим ежедневно на пятирублевых купюрах это каменецкая башня и сегодня кстати ей уже больше 700 лет ее еще часто называют белой вежей а вы не задумывались почему она белая если мы видим красный кирпич по одной версии ложное название пошло в народ после того как автор книги беловежская пуща указал что веже стоит на реке белой другие склоняются к версии что неверное название возникло по вине местных краеведов которые настаивали что башню в древности белили кто знает что было в древности но в 1957 году советские власти приняли решение действительно побелить башню так что она в прямом смысле стала белой помимо того что в ней основали музей она теперь служила еще и как своего рода транспарант для советских лозунгов хотя сегодня она снова уже в своем привычном цвете на стеллажах музея выставлены предметы которые обнаружили во время раскопок курганных могильников датированных 10 веком и археологические находки 13 века из городища каменец а также восточнославянское и западноевропейское оружие 13 14 веков и доспехи экскурсия по музею заканчивается на крыше вежи откуда открывается отличный вид на город и окрестности пружанский район также богат историей например возраст районного центра насчитывает почти 600 лет сегодня из исторических зданий сохранилось достаточно чтобы посетить этот город начнем с усадьбы швыковских построенной в середине 19 века до сегодняшнего дня отлично сохранился дворец и один из боковых флигелей относившихся к усадьбе усадебный дом парк и флигель в городе пружаны были прекрасно отреставрированы в самом конце 20 века с тех пор в усадьбе размещается пружанский районный краеведческий музей основная экспозиция музея включает множество интересных экспонатов в том числе очень ценную старинную икону 16 века тайная вечеря следующей важной достопримечательностью города пружаны является костел вознесения девы марии данный прекрасный храм был построен в 1883 году во время первой мировой войны костел в городе пружаны сильно пострадал но в 1930 когда пружаны входили в состав польши была проведена его капитальная реставрация в 1930 году здесь в саня священника служил казимир свентек будущий кардинал первый в новейшей белорусской истории после второй мировой войны костел в городе пружаны был закрыт не менее интересен и собор святого александра невского этот красивый величественный храм был построен в 1866 году расположился этот собор рядом с центральной исторически торговой площадью города в советское время этот храм не закрывался еще одной очень интересной и уникальной достопримечательностью города с элементами барокко и классицизма являются торговые ряды или же белые лавки окружает ряды по периметру арочная галерея что является традиционным для такого типа строений это здание было построено в 1896 году расположились белые лавки рядом с собором на центральной площади города достопримечательностей такого типа сохранилось беларуси очень мало поэтому каждое здание которое относится к этому типу исторических архитектурных памятников представляет собой особый интерес дворцовый комплекс в ружанах один из уникальных уголков беларуси на протяжении столетий красивейший архитектурный ансамбль который называют белорусским версалем принадлежал могущественной династии сапегов само имение ружаны в 1598 году приобрел канцлер великого княжества литовского лев сапега и именно по его приказу и началось строительство дворца так и появился замок с тремя башнями сочетающий в себе черты оборонительной крепости и парадного дворца в 17 веке ружанский замок был значимым центром политической жизни великого княжества литовского здесь решались многие государственные вопросы проходили приемы послов и королей в огромных двухэтажных подвалах замка хранились государственная казна арсенал государственные документы и архив рода сапегов запасы продовольствия и бочки с вином во второй половине 17 века дворец пережил не лучшие времена был разграблен и полу разрушен причиной стали междоусобицы среди местной шляхты и северная война в 1770 годы владелец ружан канцлер александр сапега вновь отстроил резиденцию в годы первой мировой войны комплекс опять был разрушен но наибольший урон дворцу нанесла вторая мировая война сохранились лишь главный и восточный корпуса въездная брама и флигеле окончательно замок превратился в руины из-за обычного времени пока сооружение пустовало и лишь в 2008 году в старинной резиденции сапегов начались реставрационные работы и исторические раскопки к настоящему времени обновлены центральные въездные ворота восстановлены боковые флигели и сегодня ружанский замок частично открыт для туристов экскурсии встречают театрализованные постановки в восточном флигеле работает музей дворцовый комплекс сапегов где можно увидеть аутентичные предметы и элементы интерьера один из залов посвящен династии сапегов в галерее проходят выставки белорусских художников всего в 40 километрах от ружанского замка находится еще один уникальный памятник архитектуры дворец пусловских или же косовский замок находится он в городке косово уже в егоцевическом районе в течение нескольких столетий владельцами косово были именитые династии хриптовичи флеминги чарторыйские сапеги а в 1821 году поместье купил войцах пусловский он основал в косово ковровую фабрику в окрестностях построил или отреставрировал около 60 храмов после войцаха усадьбу унаследовал его сын вандолин пусловский крупный промышленник и любитель искусств именно он в 1838 году начал в косово строительство роскошного дворца каждая башня символизировала месяц года при этом четыре центральные в честь урожайных мая июня июля и августа они самые высокие во дворце более ста помещений и ни одного проходного благодаря системе коридоров и особому расположению окон на протяжении двух с половиной дней в году солнечный свет полностью заливал один из покоев в это время хозяева праздновали день комнаты по особому украшая ее и проводя там много времени косовский дворец славился роскошными залами в белом гости танцевали на шумных балах в черном играли в карты в розовом музицировали окружал дворец роскошный парк и система искусственных озер но как и положено в истории все рано или поздно приходит в упадок дворец владельцами был проигран в карты и не раз переходил все к новым хозяевам в годы первой мировой войны он и вовсе был разграблен а ценности вывезены за границу а во времена второй мировой войны в замке случился многодневный пожар который от былой красоты оставил лишь величественные стены но реставраторы не дали времени превратить замок в руины сейчас временная экспозиция размещена в пяти залах в холле рассказ о здешних местах которые славятся и другими достопримечательностями белый зал посвящен семейной истории бывших владельцев косово графов пусловских еще два зала о событиях минувшего века и современной реконструкции пятый зал стал выставочным но тех кто приедет в косово практически через дорогу ждет еще один интересный объект музей-усадьба тадеуша костюшка в ней родился и рос один из самых ярких представителей своей эпохи анджей тадеуш бонавентура костюшка сама усадьба после смерти отца героя людвига тадеуша была продана пусловским и включена в состав дворцово-паркового комплекса первую мировую войну как и положено вместе с косовским замком разграбили и усадьбу после войны усадьба входила в состав польши и в ней местной власти устроили музей герою польшу тадеуша костюшка но вторую мировую войну дом героя международных масштабов не выдержал и был сожжен партизанами вместе с косовским замком чтобы освободить эти территории от фашистов первый мемориальный камень на месте дома костюшка был установлен в 1987 году 99 здесь появился камень с барельефом тадеуша костюшка 2003 прошли археологические раскопки в ходе которых были раскрыты подвальные помещения здания в музее 5 мемориальных комнат сений кухня комната матери рабочий кабинет отца и гостиная а также историческая комната в которой хранятся материалы археологических раскопок экспозиция музея пока довольно скромна но год от пополняется все новыми экспонатами тут можно увидеть фамильное древо генерала и копию сабли подарены ему павлом первым косы оружие крестьянка сеньоров сражавшийся под началом костюшка и предметы принадлежавшие мелкой белорусской шляхте ну вот видишь оказывается дворцов у нас в области предостаточно и те которые ты назвал это еще далеко не все на самом деле я готов послушать о других следующая точка на карте это пинск его вообще часто называют полезским парижем и действительно город стоит посетить хотя бы даже для того чтобы просто там погулять ну а теперь к его визитным карточкам в 1784 году при участии короля речи посполитой станислава августа понятовского на восточной границе пинска был заложен дворец который вобрал в себя черты барокко и классицизма он вошел в историю города как пинский мур три славных полезких рода бутримовичи орды из кирмунты поочередно владели этим дворцом в прошлом дворец был главным хранилищем творческого наследия наполеона орды познавший запустение упадок пинский мур отреставрирован в 2008 году сегодня в старинном здании работает дворец бракосочетаний а в правом его крыле разместился небольшой музей посвященный истории дворца а вы знали что у нас в пинске есть своя пизанская башня это звонница которая находится рядом с собором вознесения пресвятой девы марии нижняя часть колокольни была построена в начале 19 века в духе ампира но после пожара 1921 года составили новый проект ее реконструкции и надстройки в результате чего она стала вдвое выше и полностью изменила свой облик а еще при строительстве допустили ту же самую ошибку что из пизанской башни и теперь она хоть и не так заметно но тоже отклонилась от своей оси так что теперь даже в италию уже ехать не нужно для того чтобы сделать фотографию для инстаграма где ты поддерживаешь башню а главное насколько дешевле это получится а теперь переместимся в ивановский район это место родина многих очень талантливых и известных во всем мире людей кто ж поспорит с тем что достоевский гений а между тем в ивановском районе есть деревня достоево где и жила семья великого классика недалеко от достоева есть еще вороцевичи где жил наполеон орда он был и музыкантом и художником и литератором и даже революционером в общем на все руки мастер теперь здесь музей посвященный этому великому человеку первый зал музея знакомит посетителей с детства наполеона орды его семьей родовым имением истории раскопок в вороцевичах второй зал посвящен участию орды в восстании и эмиграции которая продлилась четверть века в третьем зале представлены работы художника копии акварелей рисунков и литографий четвертом зале разместилась выставка работ век 19 в гостях у века 21 гродненского фотохудожника андрея янковского несколько лет назад он объехал знаковые объекты которые когда-то запечатлел орда современные фотографии на 18 планшетах дополняют старинное изображение уже знакомых мест пятый зал украшен работами наполеона орды и предназначен для проведения заседаний научных и практических конференций семинаров и торжественной регистрации браков здесь же еще есть и картинная галерея где выставляют свои работы современные художники а в деревне стрельно тоже есть уникальный музей единственный в беларуси дом травника под музей народной медицины приспособили здание бывшего деревенского дома культуры на первом этаже находится водная часть экспозиции и фитобар где проводится дегустация травяных чаев этаж под крышей бабулины вышки именно здесь на чердаке бабушки высушивали собранные лечебные травы тут же на втором этаже находится импровизированный бабульшин покойчик со старинными вещами из деревенского дома и зал для лекций в коллекции дома травника более 120 видов зелок множество книг по нетрадиционной медицине и картотека бабушек шептух из стрельной соседних деревень всего 28 бабушек и два деда в базе указана краткая информация шептунах какие недуги они исцеляли и тексты их заговоров посмотреть на уникальную экспозицию едут туристы из канады исландии польши китая франции дважды музей посещал бывший американский посол научный интерес возник у академиков из санкт-петербурга книги отзывов много записей от белорусских чиновников разного уровня остается только представить вообще какой аромат стоит в этом музее ну атмосфера там просто волшебны ты вообще знаешь столько достопримечательностей нашей области что не то чтобы одной программы не хватит чтобы их перечислить тут нужен как минимум цикл передать чтобы рассказать хотя бы о половине из них но тем не менее нам уже пора подводить итоги нашей программы и предлагаю делать это не в помещении за компьютером а на улице и наслаждаться этой прекрасной погодой и нашим прекрасным городом отличная идея согласитесь что все мы должны увидеть побывать этих местах наполненных нашей белорусской истории тем более что и находятся они совсем недалеко а еще можно сделать это не только приятным времяпрепровождением но и полезным если все эти маршруты пройти на велосипеде и на самом деле брестская область богата старинными усадьбами замками храмами и любителям истории архитектуры как минимум точно есть ничего выбирать я вообще считаю что чем больше мы будем любить и ценить то что у нас есть тем более интересно это будет и для других а может там и больше туристов подтянется ну что с вами были в эфире мы скоро увидимся пока а